Олег Осипов предлагает невезучему игроману погасить карточный долг на льготных условиях. Игорь Мехков заявляет, что не имеет возможности быстро выплатить проигрыш и надеется на помощь своей супруги. Пожалуйста, Олег Петрович, вам слово. Какой бы вопрос вы сегодня хотели бы обсудить с Анной Петровной и Игорем Васильевичем? Я пытаюсь мирным путем решить проблему возврата денег, которые мне проиграл в карты Игорь Васильевич. Обычно я не играю в долг, но так получилось, что он мне проиграл 700 тысяч в покер. Скажем так, под честное слово, но все-таки я постелил соломку и заключил договор займа. Эти 700 тысяч в течение 30 дней Игорь Васильевич должен был мне вернуть без процентов. В договоре прописано, что если будет задержка, то каждый месяц по 40% годовых он увеличивает долг. Прошел месяц, прошел... Скажем, это такая пенит за просрочку, да? Конечно, конечно. Все надо делать вовремя. И карточный долг святой надо возвращать. Ну, не только важно. Без напоминаний. Ну, если бы это был просто карточный долг, тут большие вопросы с точки зрения закона. Не знаю, где вы играли. Сейчас это просто договор займа. Но вы как раз правильно сказали, что подстелили себе соломку. И есть договор займа. Да, совершенно верно. То есть из карточного долга это перешло в правовую плоскость как займ. Можно я пока ознакомлюсь? Да, пожалуйста. Олег Викторович, вы продолжайте, а я пока условия почитаю. Прошел год. Игорь Васильевич сам не объявлялся, на звонки не отвечал. Я принял решение, заказным письмом отправил ему уведомление о том, что он должен немедленно погасить долг, иначе я передаю дела в суд. Сумма возросла 1 миллион 24 тысяч 740. С учетом неустойки, да? С учетом просрочки 14 месяцев. Человек должен вернуть деньги. Как бы мне там не было жалко его семью, а я навел справки, оказывается, он должен не только мне. Этому человеку вообще ничего доверять нельзя. Ему нельзя давать деньги в долг совершенно. Ну а зачем вы дали ему деньги в долг? Он же должен уже, как земля колхозу, как говорится. Но это же невозможно уже. Вы что, играете, да? Не расстрою. Игромания? Удомания? Игроман хренов. Да. А расплачивается за всю семья. Так, ну и все-таки, Олег Викторович, ваше предложение. О чем вы хотите договориться? То есть что вы предлагаете? Вот мне совершенно не жалко Игоря Васильевича, но я понимаю, что долг придется возвращать, продавая какое-то имущество и лишая в каких-то возможностях и материальных ценностей семью. Я предлагаю так сделать. Сокращаем долг до 800 тысяч рублей с выплатой в течение 30 дней. Если же этого не происходит, я передаю документы в суд. Олег Викторович, смотрите, предложение, конечно, очень хорошее. Просто я не понимаю, каким боком я причастна к его долгу. Он играл, он проиграл. Я здесь причем, где его голова? Почему я столько хлебанула от него? Ну это просто невозможно. Так, да, и помолчи, да, я скажу. Анна Петровна, вы супруги, вы в браке зарегистрированы. Да, мы в браке зарегистрированы. Вот, просто за все его вот эти игромании я отдуваюсь. Я продала мамин дом, царство небесное. Я брала кредиты. За все его долги, карточные, вот эти подпольные. Я не знаю, откуда он берет эти казино позакрывали. Карточные вот эти, а, автоматы вот эти, все позакрывали. Он где-то по подпольным каким-то шляется. Что ты тут? Все, испугался уже. Вот, где-то там находит вот эти подпольные вещи. Все деньги там оставляет. Нашей семье сколько неоднократно угрожали. Сколько ему уже морду начищали. Я уже вообще не могу разговаривать. Я не знаю, как с ним быть. Просто не знаю. Возвращаться к специалистам не пробовали? Ну, я понимаю, что это... Купируют такие виды зависимости тоже. Ну, я понимаю, их причисляют как наркомания, алкоголизм, и также игромания. Ну, зависимость, да, аддикция определенная. Ну, пыталась своими силами, как говорится, без врачей пока. Но, видимо, придется обращаться. И все, я пошла в суд и разделила имущество. Поэтому сейчас, на данный момент... То есть вы разделили имущество? Разделили. Без расторжения брака? Да, да, да. Все, у него свои деньги. Сейчас сказать, что по его долгам вы не отвечаете. Нет, нет, нет. Все, все только к нему. Он играл, он проиграл. У него свое имущество и деньги свои. А что у него там из имущества? Да нет у него ничего из имущества. Совершенно ничего нет. Но на раздел имущества они подали после того, как был заключен договор, после того, как они получили заказное письмо с предупреждением о том, что дела передаются в суд. Вот поэтому любой суд примет сторону мою. Нет, а сколько я за него долгов отдавала из общего нашего бюджета? А почему я-то за все должна расплачиваться? Хватит! Почему? Что решим? Что решим? Давай, решим. Уже решим. Игорь Васильевич, вам-то есть что сказать Олегу Викторовичу? Ему есть что сказать? Да, все верно. Все так. Как так-то? Я не отказываюсь от друга. Все имущества проиграли. Ну, что поделать? Сейчас еще... Ничего с собой поделать не могу. Ну, я такой, какой есть. Ну, значит, лечиться будем. Да? Пора уже. Игорь Васильевич, прекрасная отговорка, конечно, в данной ситуации. Я такой, какой я есть, ничего с собой сделать не могу. Ну, если вы понимаете, что это для вас вот такой ущерб несет, урон вашей семье, вашему имуществу, что вы все деньги, не только свои, которые зарабатываете, проигрываете, я так понимаю, еще жена за вас в долги влезает, имущество продает. Ребенок и жена. У вас еще ребенок? Да. Если бы это был просто долг по подпольному там казино, это еще большой вопрос о законности действий Олега Викторовича, организации его игры. Но это ладно, это уже другой вопрос. Вы договор займа подписали. Уже до этого дошли. И пойдет Олег Викторович в суд, и, естественно, просудит этот договор на раз, два, три. Ну, а что делать? Скорее всего. Меня моя родная жена не может поддирать, не хочет. Да сколько можно-то ей уже... А вы сами-то можете за свои действия отвечать? Ну, да, ну, я так понимаю. Вы пришли. Вы зачем в долг играете, объяснить? Ну, ладно, вы еще заработали деньги, там пришли свои, проиграли. Вы в ноль вышли, но я играл ману, в ноль, в смысле, свои подряд. Вы в долг зачем? Вы когда пришли сюда играть, у вас, у него вообще какие-то свои деньги были, когда он играть пришел? Сначала он играл. Ну, это же азарт. Начинаешь, потом включаешься. А вы не знали, что... Вы что, первый раз видели Игоря Васильевича? Первый раз, я уже после... Я что-то сомневаюсь, что за ваши столы пускают людей, которые в первый раз светят. Там туда либо по рекомендации попадают, либо с репутацией. Он постоянно зависает там в этих подпольных каких-то, откуда все он находит это дерьмо. Каким-то образом он к нам попал, человек привел, которому на тот момент... То есть его кто-то привел? Да, конечно, конечно. Обычно, я так понимаю, кто-то там должен поручиться за этого человека. А на сегодняшний день у Игоря Васильевича нет ни квартиры, нет ни машины, нет ни гаража. Из чего он вам будет отдавать тогда? Он все записал на жену. Так я свое имущество, которое у нас общее было, я на его долги и потратила. Это же что? А когда мне жить вообще? Может, мне сразу гроб заказать? Поэтому и было предложение. Может, для меня деньги в подпольном кризисе выиграют? Я выиграю, я исправлюсь. Снять определенную нагрузку. Что ты исправишь? С праведчиком сидит. Долг есть долг, он должен вернуть. Поэтому 800 тысяч, это вот сумма, которую я предлагаю. Это выгодно вам. Я понимаю. Это выгодно вам. Я понимаю. Это просто сократит мое время. Это щедрое предложение, я понимаю. Но я буду выплачивать, но не сразу, по возможности. Смотрите, ну, в принципе, у другой стороны есть право заявить требование о признании этого договора действительно в силу безденежности. Потому что этих денег, я так понимаю, в руках он не держал. Прозвучит в любом случае в суде природа происхождения этих денег, то, что вы занимаетесь организацией подпольных, азартных игр, в частности, игры в покер. Вам это тоже не надо, правда? То есть здесь есть много вопросов. Это может быть непростой суд, и там могут всплыть такие обстоятельства, которые вам не нужны. Поэтому я предлагаю снизить сумму существенно, поскольку это неподъемная сумма для семьи Анны Петровны и Игоря Васильевича. Но Анне Петровне предлагаю поставить условия, поскольку Олег Викторович в этом бизнесе, я так понимаю, не последний же человек, да? А может быть и первый. И есть же связи со всеми вашими, если даже они есть, коллеги и конкуренты, правда? Вы можете обеспечить черную метку Игорю Васильевичу, чтобы никто больше не разрешил ему никогда сесть за стол покерный? Да, 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 да. Это большая от меня личная просьба. Ну, просто должна быть какая-то выгодность для Анны Петровны. А в этом городе Игоря Васильевича близко за стол нигде не пустят. Считайте, что черную метку он получил. Ну, знаете, если я готова вам довериться, и по поводу вот этого долга уже... Просто достал меня, достал, все, забирайте деньги. Давайте какую-то сумму, допустим. Ну, давайте вообще, например, снимем проценты. Давайте 700 тысяч по договору займем. Вот. Ну, только с условием, что это выплачивается в течение 30 дней. Потому что иначе, если даже через суд, вы это взыщите, это будут какие-то, ну, небольшие выплаты, вы понимаете, инфляция, все это обеспечится. Это будет долго, конечно, и мне жалко... Обесцениться. Ну, бесконечной благотворительностью тоже нельзя заниматься, но сумма долга должна быть обращена. 700 тысяч, и гарантия Олега Викторовича, что ваш супруг никогда больше не сядет ни за один стол. Его просто туда не пустят. Далее в программе. То с одним, то с другим. Она гулящая. Может, она юно гуляла где-то? Какая она мне внучка? Я ее не пущу к себе на порог. Сможет ли бабушка полюбить внучку, с которой раньше не поддерживала отношений, из-за неприязни к ее матери? Мы с женой решили ее продать. Юля, она была, значит, нашей подругой. Твои любовницы по совместительству. Расскажи. Мужчина полгода назад продал квартиру подруге жены. Почему он не получил деньги? И какие отношения связывали его с покупательницей? Ну ты что? Давай без процентов ведь. Что без процентов? Давай я сама уже. Так, подожди. У тебя ведь деньги остались от продажи дома. Хватит уже на мои деньги. Тут деньги уже не... А вы уже все деньги у супруги посчитали. Что у нее там осталось? Что у нее и осталось, но точно не на решение ваших проблем с карточными долгами. Анна Петровна, ну поскольку вам принимать решение, деньги-то у вас. Да, давайте сделаем так. Я пойду на условия по поводу, ну, выплучу долг. Но у меня четко вот это вот именно условие, что его не за один карточный стол. Там вот это вот игрование, вот это должна остановиться полностью. 500 тысяч, сумма долгая, и ваше условие, что больше не пустят ни за один стол. Просто тряпкой последней, поганой, метлой, я не знаю чем, просто гоните. Но если он все-таки проиграет... На этих условиях стороны согласны заключить соглашение? Хорошо. Я вам гарантирую, что играть в этом городе он не будет. Но если только, не дай бог... Ваша задача... Долг на вас будет. Долг его будет не на мне, а будет на вас. Хорошо? Анна Петровна, ну я в любом случае рад, что вы договорились. И я все-таки вам рекомендую обратиться к профильным специалистам, потому что это реальная зависимость. Я думаю, что они помогут. Не трогай меня. Если вы все-таки намерены оставаться вместе со своим супругом. Это надо полечить, ладно? Да. Я очень рад, что вы договорились. Удачи вам. Всего доброго. Спасибо вам огромное. Стороны договорились. Конечно же, я не благотворительная организация, но и кровожадным кредитором выглядеть тоже не хочу. Я сохранил свои деньги, достоинства. Надеюсь, что сохранил и семью кредитора. Обязательно прислушиваемся к словам Дмитрия по поводу обратиться к врачам. Я все понял. Аня, ты у меня самая любимая, самая понимающая. Я обещаю тебе, что я пойду лечиться и никогда за игровой стол не сяду. Эти люди пришли, чтобы договориться. В тюрьму я не хочу. Но обиды плюс темперамент... Патай! Такая... Сволочь такая! Там правда, значит, оказывается! Все из-за тебя, из-за твоей любовницы! Ничего. Дмитрий Агрис и не таких мирил. Выпейте воды. Лучше вы, конечно, не воды, чем богатые. Смотрите «Мировое соглашение». С вами приятное медиа. С вами Туржал. На нашем телеканале. Игорь Поляков надеется, что бывшая любовница вернет деньги, потому что она разрушила их отношения и его жизнь. Юлия Бахтина считает, что квартира – адекватная плата за ее чувства. Но готова немножко заплатить из жалости. Добрый день, уважаемый в Турне. Меня зовут Дмитрий. Я очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать ту конфликтную ситуацию, которая между вами произошла. Инициатором примирения является Игорь Дмитриевич. Пожалуйста, Игорь, вам слово. Что бы вы хотели сегодня с Юлией Станиславовной обсудить за столом переговоров? Здравствуйте, Дмитрий. Я бы хотел получить с нее 5,5 миллионов рублей. 5,5 миллионов? Да, 5,5 миллионов рублей. Я ей продал квартиру. Подарил. Я продал квартиру за 5 миллионов рублей. Полгода назад. Денег так я и не увидел. Плюс я хочу компенсацию за эти полгода, за всю нервотрепку, плюс еще 500 тысяч рублей. Эта квартира мне досталась от моей тети, которая умерла год назад. У нее не было детей. Я был у нее единственный племянник любимый. И она мне подарила эту квартиру. Мы с женой решили ее продать. Юля. Она была нашей подругой. И твоей любовницей по совместительству. Расскажи. Она была подругой семьи. Жила в общежитии. И, значит, когда мы решили... Мы первые предложили ей, как бы, эту квартиру. И она согласилась. Дмитрий, он все умрет. Почему он сейчас умрет? Вы можете ему сказать, чтобы он правду говорил, пожалуйста? Я сначала скажу. Да, правду рассказывай, как было. Она согласилась. У каждого же правда своя. Вот сейчас Игорь рассказывает свои. Не стыдно как, а вообще? Сволочь. Конечно, цена квартиры была дороже, но это же все-таки была наша подруга близкой. И мы решили ей продать эту квартиру всего за 5 миллионов рублей. Мы поехали... Вы в договоре указали 5 миллионов? Да, да. Это договор у вас? Да, да, да. Вот договор купли-продажи. Посмотри. Пожалуйста. Мы поехали к нотариусу. Она обещала перевести деньги. Ну, непосредственно при заключении договора. А, то есть вы даже у нотариуса были, да? Когда договор подписывали? Да, да, конечно. Подписывали. Да, да, да. Но она сказала, что какие-то проблемы с банком и не может перевести деньги, надо подождать 2-3 дня. Ну, конечно, мы согласились. В итоге не через 2 дня, не через неделю, не через месяц она постоянно кормила нас завтраками. И... А неделю назад она вообще заявила, что платить она ничего не будет. Ну, за подарки же не платят, конечно. И как бы... Где это видно? ...послала нас. И вот мы остались без денежных средств, и я хотел бы получить с нее эти деньги. То есть вы хотите 5 миллионов по договору за квартиру? 25 не хочешь? 500 тысяч еще в качестве компенсации. Да. За что? За моральные... Да, да, да. Проценты, допустим, за пользование чужими денежными средствами, да? Конечно. Так, иначе вы идете в суд. Да, иначе я пойду в суд, как бы, и вообще привлеку ее за мошенничество. Потому что, ну, как получается? То есть я не получил ни денег, ничего. Дмитрий, можно я расскажу, как было? Да, конечно. Как вам предложение такое, Игорь, там? Какое предложение? А за подарки нужно платить? Как вы считаете? А вы считаете, это было подарком? Конечно. Я вам сейчас все расскажу. Дмитрий, смотрите, он не рассказывает, что между нами были отношения в тайне от его жены. Более пяти лет у нас роман был вообще-то с Игорем. По его инициативе я ушла от своего мужа. Бросила этого прекрасного человека, Петю, который меня любил, обеспечивал. И мне пришлось после развода переехать в общагу. Что ж ты такого мужа-то ушла тогда, если он такой был прекрасный? Нет, ты же мне обещал, что тоже от жены уйдешь. Он обещал, что тоже уйдет от жены. Я целый год жила в ужасных, кошмарных условиях в общаге, а я привыкла к комфортной жизни. И я капала на мозги Игору, говорю, реши вопрос квартиры, и реши вопрос жилищный мой, пожалуйста. Так он и решил. Как раз ему досталась квартира от тетушки покойной. И он говорит, ну давай вот заезжай туда. Но только он, естественно, очень испугался рассказать своей жене про нас, и нам пришлось составить этот липовый договор о припродаже. Я женатый человек, зачем она мне нужна? Ты заткнешься? Нет, дай мне сказать, тебя слушали. Потому что ты врумил гон, подлец. Игорь, давайте дать им возможность Юрии тоже рассказать свою позицию. Я дура, ушла от мужа своего ради тебя. Ждала от себя, верила тебе, доверяла тебе. А у меня есть переписки многочисленные. Где? Игорь открыто заявляет, это мой тебе подарок, ни в чем не нуждайся. Но он меня очень сильно любил, и не мог позволить, чтобы я, его любимая женщина, жила в ужасных условиях. Вот он решил этот вопрос, подарив мне эту квартиру. Но для отвода глаз, чтобы его жена не спалила наш роман, конечно, пришлось... Я соглашалась на все, я ему верила, я его любила. Я думала, что вот он мужчина, он все решает, и я просто трепетно ждала, когда он расскажет своей жене. Не лезла, не хотела испортить, усугубить ситуацию. Я думала, что вот он созреет, когда придет время, он все жене расскажет, и мы будем жить счастливо в этой квартире. Он, собственно, так и говорил мне, клялся, божился. Уйду, уйду, сколько это можно ждать? Я не молодею, годы идут, я тоже хочу счастья. Я молодая, красивая девушка, я хочу счастья, семью, любви. И пока вот он за мной приударил другой мужчина. А, то есть сейчас у вас нет отношений с Игорем? Да, конечно. Вот смотрите, учитывая новые обстоятельства, я готова в качестве компенсации заплатить миллион рублей. И закрыть эту тему, да? И закрыть этот вопрос, чтобы он успокоился наконец, остал от меня уже. Вот тебе миллион рублей, это все, что у меня есть. Он прекрасно знает, что у меня нет больше сбережений. Ты хочешь, да, со своим новым дружком проживать в моей квартире? Да ничего подобного. Я тебя выгоню оттуда, напишу заявление полиции о мошенничестве и привлеку тебя к суду. Не надо меня пугать ни ментами, ни судом. У меня есть переписка, где ты открыто заявляешь, что это подарок. Да ну да. Да, я могу это доказать. Игорь, ну, с мошенничеством остыньте. Нет здесь никакого мошенничества, можно даже времени не тратить на это. Но, смотрите, Юлия говорит о том, что это была на самом деле сделка дарения. Конечно. Но оформили вы ее как договор купли-продажи. Да. Значит, переводя на юридический язык, это сделка притворная. То есть вы действительно имели в виду дарение, но прикрылись договором купли-продажи. Ну, откуда я знаю? Я не понимаю в этом. Я обычная девушка, он скружил мне голову. Вот как раз я вам и объясняю. Вот вы ему объясните, что он подвес. И Игорю тоже. Пусть он сам уже это признает. То есть это сделка притворная. Значит, если вы пойдете в суд, суд скажет, а, ну, раз это притворная сделка, то она в силу закона уничтожена. То есть этот договор недействительный. Все условия, которые здесь прописаны, недействительны. А значит, что квартира возвращается кому? Мне. Нет. Мне? Я вам. Прижнему собственнику. Как же я вообще? Я потратила столько лет. Вот этот договор, гробо говорят, чтобы наглядно понимали, его можно порвать. То есть вам, если бы передала вам Юля деньги, тогда вы должны были ей вернуть. Но поскольку Юля вам ничего не передавала, то остается только квартира. Квартиру придется вернуть обратно Игорю. Я ему передала годы своей молодости потраченные зря. Вот это вам как вообще? Просто про перспективы. Со стороны просто оцените. Юля, я сейчас не сужу ни Игоря, ни вас. Безусловно, в жизни все бывает. Всякие отношения, это ваше дело, безусловно. Но это вообще нормально по-вашему? Нет, конечно. Вы как мужчина, вот смотрите, вы бы подарили женщине квартиру, вы бы забирали потом? Ну, понимаете, здесь речь-то не обо мне, здесь о вашей ситуации. Какую-то вшивую однушку зажал, лишь бы она мне не досталась. Вшивую? Чего ж ты тогда ее хочешь получить-то? А я с ней жила ее, честно. Я отдала тебе годы молодости свои, я тебе поверила, от мужа ушла. Юль, ну так или иначе вы оказались в такой ситуации. К сожалению, да, потому что я наивная, честная, добрая девушка, я поверила. Будь вы там, как я юрист, вы бы не оказались в такой ситуации, понимаете? А вот сейчас-то вот такая есть ситуация. Есть договор купли-продажи. Если вы его поничтожите в суде, то придется вообще квартиру вернуть. Вы сейчас в ней уже проживаете. Что тогда делать? Мне, если честно, уже очень страшно. Он меня пугает уголовными делами. Мне страшно становится. Ну, с уголовным делом это фантазия, Игорь Дмитриевич. Но так или иначе придется денежные средства возвращать. Ну, то есть этот договор придется исполнять, если вы хотите, чтобы у вас осталась квартира. Но, то есть, ну, один миллион рублей, понятно, не та сумма. Но я думаю, что с учетом обстоятельств и Игорь Дмитриевич должен сделать существенную скидку, а не требовать все пять миллионов. Вот с учетом обстоятельств. Ну, вообще, как бы, вот, пятьсот тысяч. Я готов, я готов простить эти пятьсот тысяч, но те пять миллионов, о которых была заключена сделка, все-таки я бы хотел получить. Ну, хорошо, сейчас секундочку, Юля, подождите секунду. Не нам, давайте, без официальной лексики. Да уже просто я не могу. Нам же договориться надо, правда? Давайте не будем ругаться. Значит, Игорь, да, вы пойдете в суд, значит, будете доказывать, что денежные средства не получали. Да? Возможно, даже у вас это получится. Но это, опять же, не исключает встречный иск со стороны Юли о том, что этот договор ничтожный. Далее в программе. То за ним, то с другим. Она гулящая. Может, она Юля гуляла где-то? Какая она мне внучка? Я ее не пущу к себе на порог. Сможет ли бабушка полюбить внучку, с которой раньше не поддерживала отношений, из-за неприязни к ее матери? Жена-то в курсе этой ситуации? А с женой я развелся. А, вы уже развелись, женой. Ну, конечно, он узнал, что я выхожу замуж, запахло жареным, и тут же побежал разводиться со своей женой. Я ему сказала, зря ты это делаешь, я к тебе не вернусь, я люблю Вадима. Все, поезд уехал, поздно опомнился. Ну, любите гель своего Вадима, пожалуйста. Ну, и, конечно, ему теперь и меня вернуть никак, но он хоть квартиру хочет вернуть, от злобы своей озлобился, решил вот так вот сделать, напакостничать. Вот поэтому, на самом деле... Ну, здесь еще один есть нюанс. Это, конечно, очень сложно, но если Юля действительно докажет, что есть переписка, может, там свидетели, что вы действительно не хотели эту квартиру подарить, то суд, отменив этот договор купли-продажи, применит правило той сделки, которую вы действительно имели в виду. А если вы действительно хотели Юле квартиру подарить, то тогда можете остаться без квартиры. Я имею в виду, что у вас тут шансы в суде. У вас шансы есть, у вас шансы есть. Вот, как говорится, 50 на 50, ну, понимаете, да? Либо да, либо нет. Такие себе шансы. Мне кажется, в суде вам не стоит разбираться. Дмитрий, на самом деле, я рассказала эту ситуацию Вадиму, своему будущему супругу, и вот я могу попробовать еще попросить, ну, к примеру, миллиона два, два с половиной, добавить к этому миллиону. Ну, это прям все крайняя цена. То есть это получится 3,5 миллиона рублей. Ну, это крайняя цена. 3,5 миллиона рублей. И больше мы ничем помочь не можем. И то, смотрите, пусть он знает, что это не потому, что мы тебя испугались, твоих ментов, судов, да, а просто нам тебя жалко. Ты ничтожный. Чтобы ты вот хоть что-то получил, а от нас отстал. Игорь, 3,5 миллиона рублей. Да хрен с ним. Пусть платят 3,5 миллиона, и ты уберешься из моей жизни, и больше никогда не появишься там. И вы к этому договору подписываете акт о передаче денежных средств, и значит, квартира точно остается в вашей собственности. Миллион сейчас забираете, 2,5 миллиона еще в какой срок? Ну, я должна обсудить это с будущим супругом. Ну, месяца два, если. Ну, я думаю, что... Сумеете собрать денежные средства? Два месяца устроит? Да. Миллион сейчас, через два месяца еще 2,5 миллиона. Все, отлично. Я очень рад, что вы договорились. Возвращаю вам договор. Всего вам доброго, удачи. Стороны договорились. Я, конечно, в шоке от происшествия. Любовница оказалась мерзавкой, с женой развелся, денег нужных не получил и лишился квартиры. Честно говоря, мне как-то стало даже легко, отдав вот эти деньги Игорю, потому что жалко его на самом деле. Он сейчас остался и без жены, и без любимой женщины, а я-то все-таки по итогу осталась счастливой и замуж выхожу. Пусть у него все сложится хорошо в жизни. Здесь Дмитрий Агрис без мантии. Ну, и что делать будем? Бесплатная юридическая консультация. Обиды, измены – это отдельно. Уголовное судопроизводство – отдельно. И шокирующее откровение сторон. Ну, мы выпили, хоба, не успели оглянуться, и мы в койке. Ничего не было такого, ему приснилось. Полезно и захватывающее. Мало миллиона. Полтора миллиона. Полтора миллиона только заткнись. Это мировое соглашение. То, что прозвучало за этим столом, останется за этим столом. На нашем телеканале. Светлана Скачкова хочет помириться с бабушкой, чтобы пользоваться долей в наследстве отца. Но Варвара Скачкова отказывается признавать внучкой дочь ненавистной снохи, из-за которой умер ее единственный сын. Светлана, вам слово. Что бы вы хотели сегодня с Варварой Михайловной обсудить? Как я понял, это ваша бабушка. Да. Пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Мой отец умер три года назад. После обширного инфаркта. Соболезную? Он написал наследственную. Завещание написал? Завещание, да. Завещание, так. Я являюсь... Наследницей его. И имею одну четвертую в доле бабушкиного дома. Вы ее по наследству получили? Да. Одну четвертую долю в доме бабушки? Да. Месяц назад я вступила в право наследства, приехала к бабушке, хотела с ней познакомиться, помириться. А она меня даже на порог не пустила. Стала орать, обзываться на меня. Моя мама с бабушкой не общались, потому что она считает ее... Мою мать виновной в том, что мой отец развелся со своей первой женой. Угу. Так. А у меня просто задача помириться с бабушкой, решить все мирно. Но если она меня не пускает, мне придется тогда подать на нее в суд. Вы хотите помириться с бабушкой и проживать в этом доме? Да, приезжать к ней на каникулы. А, приезжать на каникулы. То есть у вас какое-то жилье? А дом где находится? Я являюсь студенткой. Вы студенткой? И я хотела к ней приехать. Вы учитесь где-то в городе, я так понимаю, да? А дом за городом, да, где-то? В деревне. В деревне. И вы хотели бы просто туда приезжать на каникулы? Да. Чтобы бабушка не препятствовала. Потому что я имею на это право. Я вот месяц назад вступила в права на следствие. То есть сейчас вы собственница. Это одной четвертой доли. А Варвара Михайловна как относится к такому предложению внучки? Какая она мне внучка? Вы что? У меня сын, единственный сын, Леша. Он в детстве в прорубь попал. Переморозился. Мы сдавали анализы. Врачи сказали, что у него никогда не будет детей. А с моей снахой, с Катей. Они жили душа в душу. Хорошая семья была с Катей. Мы дружили. Это с первой женой его, да? Конечно. Она мне один раз сказала, вот, муж изменяет. Она застала его с любовницей в кровати. Какая там она мне внучка? Где там кто там? С кем там нагулял ее? Да вы что? Я не потерплю. Я еще даже сыну своего видела за две недели до смерти. Он приезжал ко мне домой, расстроенный такой. Это вот ее мать гулящая. Я и не хотела, чтобы они с Катей разводились. А он говорит, мама, мы сами, мы сами свои дела будем решать. Не вмешивайся. Мы сами разрулим. А потом он мне сказал, что у него дочка есть 10 лет. Я даже об этом и не знала. 10 лет ей было, он мне только об этом сказал. Так я что говорю? Получается, что у меня, значит, сын где-то с дочкой жил на второй семье. Он двойная жизнь. Получается, я и не знала. Он мне об этом сказал, ей 10 лет было. В первом браке он еще с Катей был, но уже была дочка в другой семье. Получается так. Но я не верю. Я не верю. Потому что я, когда сын приехал ко мне, я спросила, что случилось? Он говорит, мама, у меня проблемы. Проблемы у него, понимаете? А я смотрю, он запил. Он пить начал. У него сердце-то и не выдержало. Оно остановилось. Вот он умер от инфаркта. Вот и были похороны. Никто не приезжал на похороны. Потом, значит, вот 7 месяцев прошло. Явились, наследство получать. Наследница. Смерти моей хотят. Наследство хотят. Это какая же внучка такая, что она на похороны к папе не явилась. А я, когда он умер, посмотрела, его телефон там рядом лежал. Там были фотографии. Там была вот как раз мамочка ее с разными мужчинами. То с одним, то с другим. Она гулящая. Может, она ее нагуляла где-то. Какая она мне внучка? Я ее не пущу к себе на порог. Я пойду к адвокату. Я попрошу, чтобы наследство все переделали. Чтобы убрали ее из наследников. Чтобы все переписали. Она не является мне наследницей. Я ее не признаю. И мамашу ее тоже. То есть вы сомневаетесь в родстве Светланы, что она была родная внучка? И ситуация, я так понимаю, что сын начал злопотреблять с алкоголем в последнее время именно из-за того, что думал, что ему изменяет мама Светлана. Доказательства в телефоне. Я все видела. А вы видели фотографии? Светлана, почему вы на похоронах отца-то не были? Вы вообще общались? Я вам расскажу. Были обстоятельства. Какие? Моя мать, она не встречалась с любовниками. Это были не любовники бабушка. Я не хотела ей рассказывать, но придется рассказать эту историю. Мой отец обворовался на работе. Приезжал человек из криминального мира. И моя мать встречалась с этими людьми и пыталась урегулировать этот конфликт. Решить вопросы. Сейчас я вам покажу фотографии, которые вы видели у моего отца в телефоне. То есть какие-то неприятности на работе были? Он какие-то хищения совершил? Да. И его начальник угрожал нам. Говорил, что расправится со всей его семьей. Поэтому он все продал. 12 месяцев он жил у бабушки. Пытался скрываться. А он скрывался. Да. Вот Игорь Злобин, старший следователь. Вы его видели на фотографиях с моей мамой? Ну да, я его узнаю. Это он был. Угу. В розыске. Гаврилов Матвей Иванович. Бандит. Который угрожал моему отцу. И вот это я видела, видела, видела. Вот она с разными и была на фотографиях. Ну вот тут как бы ничего интимного там не было. Как раз супруга вашего сына пыталась его вопросы решить. Говорит, у него неприятности были на работе. Он у вас по этому год и скрывался. А я-то думала. Что он у меня спрашивал? Сколько стоит дом? Сколько стоит земельный участок? Есть ли еще покупатели на такую его долю? А значит, у него проблемы были с деньгами? Ну, видимо, да. Дмитрий, также у меня есть тест ДНК. Три года назад у отца была операция. И у него брали стволовые клетки. Так как я единственный родственник по линии отца, у бабушки был диабет. И взяли их у меня. Вот заключение в том, что Скачков Алексей Романович на 99,9% является отцом Скачкова Светлана Алексеевна. Да. Варвара Михайловна, это к вопросу о родстве. Ну, допустим, она... Внучка ваша. И что? Я привыкла жить в доме одна. Я знаю, что ее мать была виновницей в смерти моего сына. Потому что... Да, она как раз помогала ему выбраться из ситуации. Ну, так нервы, нервы, понимаете. А получается, что если я ее ненавижу, и внучку ее тоже ненавижу, я их на порог и не пускаю. А если... Но у вас нет причин для такой ненависти. А если... Я вас понимаю, все бывает. Всегда хочется найти виновну в какой-то трагической ситуации. Но это явно не Светлана. Если она, да, если она внучка, тогда, может быть, она оставит меня в покое и отдаст мне свою долю. Я хочу проживать одна, я привыкла жить одна, я хозяйка в доме. То есть вы не хотите с внучкой наладить отношения? Если она внучка, мне пусть докажет, пусть согласится свою долю мне отдать. Как вам, Светлана, такое предложение бабушке отдать долю свою в ее доме? Ну и бабушка продолжит с вами тогда общение. У меня дом и участок 8 миллионов стоят. А мне вот лишних и чужих людей не надо. Я понимаю. Мы с ней чужими не общались. Светлана, ну, предложение так себе, честно говоря, да? Ну, как бы отдавать. Одну четвертую долю в доме просто так смысла я здесь не вижу. Но, Светлана, в любом случае, если не наладит с вами отношения, она может эту одну четвертую продать. Да. Предложив ее, естественно, сначала вам выкупить. Сколько, вы говорите, дом стоит? 8 миллионов. 8 миллионов. То есть 2 миллиона, но доля одна четвертая. Дом небольшой, большой? Большой, с участком и счет. Можно выделить там комнату отдельную? Не хочу я ничего делить. Ну, можно выделить? Просто это на сумму доли, на сумму, на стоимость доли будет влиять. Ну, допустим, хорошо, идеальная доля возьмем. Идеальную 2 миллиона рублей. Ну, может быть, чуть меньше. То есть, как бы, у вас есть денежные средства выкупить у внучки своей эту долю? Нет, но у меня... Но она может ее продать тогда совершенно другим людям. У меня есть сосед по участку, вдовец. Вот мы хотели с ним объединить наши участки. Он может выкупить долю у Светы, но у него 2 миллиона нет. У него только 1,5 миллиона. Вот ты согласна за 1,5 миллиона свою долю уступить? Бабушка, да, конечно, я согласна. Дело не в этом. Я просто хочу с тобой жить мирно. Ну, просто хоть наладить с вами отношения. Она же вас из этого дома не выселяет, не хочет к вам там селиться на постоянные и поставить двери заборы. Она говорит, что хотела к вам на каникулы приезжать, и вы ей просто как бабушку важны. Я так понимаю, у нее... Потому что единственный родственник подсовской линии. Да, она с бабушкой хочет общаться, а не дом с вами делить. Но если вам будет так спокойней, что никто потом эту долю никуда не продаст, в принципе, предложение за 1,5 миллиона выкупить, чтобы выкупил тот человек, на которого указывает Варвара Михайловна, это логично. Чтобы у вас не было, так сказать, квартирного вопроса по жилью, а уже вы потом смогли спокойно налаживать семейные отношения. Соглашаемся продать соседу, да, бабушке, за 1,5 миллиона рублей. Эту сумму мы фиксируем. Да? Варвара Михайловна, на таких условиях согласна. Потом согласна с внучкой, ну, хотя бы пообщаться-то попробовать. Все-таки это дочь вашего сына единственного, а ваша единственная внучка. Можно я подойду к бабушке? Да, пожалуйста, я думаю, она не против. Варвара Михайловна. Бабушка, давай помиримся. Я твоя единственная внучка. Со временем решил, что и как. Да, я думаю, что вы, безусловно, это решили. Главное, что мы сейчас в доме решили вопрос, да? Я очень рад, что вы договорились. Спасибо большое. Удачи вам. Всего доброго. До свидания. Стороны договорились. Господи, да какая разница? Два миллиона, полтора миллиона. Я из-за один миллион была согласна. Главное, что я обрела родного и любимого человека. Очень сложно принять чужого человека за свою родную внучку, которую я никогда не видела и не общалась. Но время все расставит на свои места. Оказывается, можно развестись. Я думаю, не стоит нам обращаться в суд. Да, безусловно, что же вы в суде будете это белье полоскачать. Поделить имущество. Да какие 50 тысяч рублей? Я требую миллион. И остаться друзьями на всю жизнь. Дорогая моя, пожалуйста, не вычеркивай меня из своей жизни. Учитесь договариваться. Мы не согласны. Мы не согласны. Мы не согласны. Это выгодно. Зачем вам суд? Мировое соглашение. Каждый будний день на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова